Доброе утро! Вы смотрите итоговую программу Вести Ульяновск в первой части выпуска. Переселение из аварийного жилья и капитальный ремонт домов обсудили на региональном коррекционном совете на этой неделе. Площади сократить производство, модернизировать на гидроаппарате приступили к реорганизации завода. Особой экономической зоны в Ульяновске заинтересовался замминистра экономразвития России. На этой неделе аппаратное совещание в правительстве области началось с громких кадровых решений. Несколько чиновников расстались со своими постами. Зампред Татьяны Декун, которая отвечала в правительстве за финансово-экономический блок, по словам губернатора, она теперь будет работать вне органов власти. Своей рукой написала заявление и министр финансов Ольга Максимушкина. Такое решение принято ей в связи с уходом на пенсию. Также уходит министр Татьяна Кириллова и зампред правительства министр здравоохранения соцразвития и спорта Валентина Караулова. Ее обязанности будет исполнять нынешний глава фонда обязательного медстрахования Павел Дегтярь. Как пояснил губернатор, цель кадровых перестановок – это построение высокоэффективной команды и омоложение состава. Важно, чтобы на госслужбу пришли энергичные, креативные и готовые работать на благо региона люди, подчеркнул Сергей Морозов. Мы говорим про тех ребят, которые закончили школу золотой и серебряной медалью. Мы говорим про тех ребят, которые закончили высшие или средне-специальные учебные заведения с красными дипломами. И, так сказать, с замечательными знаниями. Кадровые перестановки продолжатся, заверил глава региона. Кроме того, будут разработаны стандарты эффективной работы руководителей и их помощников. Стандарты проведения совещаний, а отбор на должности будет конкурсным. Осуществить кадровую реформу на деле поручен руководитель аппарата губернатора Светлане Опенышевой. И на сегодняшний день мы уже ведем в рамках институциональной реформы уже на муниципальном уровне, где сотрудники, не выполняющие управленческую деятельность, выводятся из муниципальной службы. И мое убеждение четкое, что на государственной службе должны оставаться только руководящие должности, а не до самого нижнего звена. От кадровых перестановок собравшиеся перешли к повестке совещания. Один из вопросов касался поддержки учителей, работающих с детьми и социально неблагополучных семей. В соответствии с указом президента России, им, как и всем, занятым с особыми категориями воспитанников, полагаются стимулирующие надбавки к зарплате. Мы в прошлом году пошли по разным схемам повышения. Был вариант, когда и было повышение по должностному окладу, был вариант, когда увеличился фонд материального обеспечения. И очень важный шаг был повышение отдельным категориям. Пересмотрелся вопрос по первой и высшей категории преподавателей, потому что, конечно, любое повышение должно быть стимулом для работы над собой и профессионального роста. Особая экономическая зона портового типа в действии. Один из самых амбициозных проектов региона приковал внимание федеральных властей. Ульяновск на этой неделе с рабочим визитом посетил замминистра эконом-развития России Олег Савельев. От слов к делу. По соседству с аэропортом Восточный, а именно здесь располагается одна из основных площадок особоэкономической зоны, вовсю кипит работа. Строятся корпуса для очередного резидента. Лучшей территории для решения поставленных задач найти вряд ли удастся. Здесь рядом железная дорога, если вы видели, идет, и рыжная дорога. Соответственно, здесь зона, контейнерная площадка, железнодорожная разгрузка, здесь техническое обслуживание и все варианты, которые необходимы для подвоза самолета. Заместитель министра экономического развития России Олег Савельев познакомился с действующими и перспективными проектами особоэкономической зоны. Замминистра отметил стремительный рост и хорошую динамику развития индустриального парка на территории области. Хочу отметить огромную роль местных властей в реализации передовых, современных форм привлечения прямых инвестиций. И, как показала практика, в том числе и федеральных проектов по особым зонам, они растут только там, где совершенно неравнодушный губернатор и его команда в ежедневном режиме занимаются привлечением и работой с конкретными инвесторами. И в Ульяновской области мы видим это именно так. В 2014-м меняется орган управления особоэкономической зоной. Региональная компания обретает статус дочернего предприятия федеральной структуры. Это позволит более эффективно развивать проекты особоэкономической зоны, использовать более существенные финансовые ресурсы и, главное, сделать работу более оперативной. На данный момент у нас семь проектов шести резидентов, которые находятся на разных стадиях. Первые резиденты уже находятся в полях, строят свои объекты. Четыре проекта находятся на стадии проектирования и мы ожидаем их на строительной площадке весной и летом 2014 года. И порядка четырех-пяти проектов сейчас пишут бизнес-планы и планируют заявиться на статус резидента в 2014 году. Один из самых многообещающих проектов – совместное предприятие российской компании «Ростех» и канадской «Бомбардье» по сборке региональных самолетов «Бомбардье» Q400. Гидроаппарат модернизирует. Глава региона Сергей Морозов поручил областному правительству оказать необходимое содействие для включения завода в процесс реорганизации, который сейчас запущен на всех ведущих промышленных площадках региона. Губернатор лично посетил предприятие и ознакомился с программой его развития. Гидроаппарат – одно из ведущих предприятий России и СНГ, который выпускает широкий спектр гидравлической аппаратуры. И в настоящее время здесь ведется активная работа по реорганизации и модернизации существующего оборудования. Главное, по мнению властей, чтобы процесс модернизации не коснулся работников завода, и люди не оказались на улице. За этим будет строгий контроль. Законодательное собрание, профильный комитет, комитет по промышленности, естественно, очень активно участвует в этом. Было большое совещание. Вот и сегодня мы сейчас будем проходить, посмотрим, как проходит реорганизация. И еще раз повторяю, наша задача для того, чтобы максимально улучшить качество жизни и для того, чтобы люди не остались на улице. Вот задача законодательного собрания и всех уровней власти. По словам генерального директора завода Дмитрия Кондратьева, огромные площади предприятия делают его абсолютно нерентабельным. И первый шаг в реорганизации – сокращение этих площадей, но без сворачивания производства. Плюс перепрофилирование территории и зданий под другие инвестиционные проекты. Например, уже в сентябре в бывшем административном корпусе планируют открыть гостиницу на 250 мест. Есть и другие задумки. По второй площадке тоже будет вестись полностью реконструкция и модернизация. С 20 тысяч мы уходим на 6 тысяч квадратных метров. И это позволит предприятию работать более рентабельно. Производство мы сохраняем, сохраняем. Мало того, на эту площадку дополнительно создается еще где-то порядка 200-250 рабочих мест. Профсоюзы с пониманием относятся к действиям руководства предприятия и властей. Действительно, огромные неиспользуемые площади и устаревшие оборудования фактически тянут завод к закрытию. А это допустить никак нельзя, говорит Виктор Служевой. Завод надо сохранить, инвестиции надо вкладывать, иначе погибнем все. Лучше сохранить завод как боевую единицу, чтобы он жил, работал и приносил людям уверенность в завтрашнем дне. Модернизация сейчас идет на многих ведущих предприятиях региона. Процесс коснулся Виастара, Доаза, УАЗа, моторного и патронного завода, а теперь и гидроаппарата. Реорганизация позволит не только с успехом вписаться в современные условия экономики, но и создать новые, высокооплачиваемые рабочие места. Последняя особенно важная социальная задача, заявил Сергей Морозов. Координационный областной совет собственников жилья обсудил вопросы переселения из аварийного жилья и капитального ремонта жилого фонда региона. Федеральный закон предлагает две схемы накопления денег на ремонт. За четыре года работы программы по переселению из аварийного жилья в рамках 185-го федерального закона новое жилье получили 2245 человек в 19 муниципальных образованиях. Это 97 домов и в общей сложности 34 тысячи квадратных метров жилья. С учетом заявки на этот год, общее количество переселенных граждан к концу года составит уже 3,5 тысячи человек. Есть у областного правительства и более долгосрочные планы. В исполнении указа президента Российской Федерации 7.05.2012 номер 600 о мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем повышение качества жилищно-коммунальных услуг Постановлению правительства Ульяновской области номер 187 принята долгосрочная программа переселения граждан до 2017 года. Второй темой заседания стала региональная программа капитального ремонта. По поручению губернатора она будет принята областным правительством уже в феврале. Через 8 месяцев после ее опубликования собственники жилья будут обязаны осуществлять взносы на ремонт своего дома. Конечно, закон нужен, да, и капремонт необходим. По моей информации и по моему мониторингу, допустим, я знаю, что 70% нуждается практически в капитальном ремонте на квартирных домах. На выбор федеральный закон предлагает две схемы накопления денег – персональный счет и счет регионального оператора. Решение должны принять сами собственники, а очередность проведения капитального ремонта определяется региональной программой, составленной на базе электронных паспортов каждого дома в отдельности. На что, сколько и как они будут собирать, да, как, по какой схеме будут тратиться деньги, потом уже общее собрание принимает решение. Мы, допустим, спецсчет, мы, допустим, общий котел. То есть я повторяю, это зависит от множества факторов, но все они становятся понятными после публикации региональной программы. В рамках заседания губернатор наградил работников жилищно-коммунальной сферы, отличившихся при ликвидации аварийных ситуаций в период морозов. Маргинальный житель Ульяновска стал причиной целого ряда проблем в доме номер 10 на советской армии в Ульяновске. Он всего один раз переночевал на чердаке, но после этого затопило два верхних этажа, а у жителей квартир возникли проблемы с управляющей компанией и коммунальными службами города. На советской армии 10 заработала теория вероятности. Собственники с верхних этажей пытаются вычислить, где и когда следующий обвал. Казалось бы, осень дождливая позади, но людей проливает. Ну вот, двери не закрываются. В холодильнике он не знаю, работает, не работает, никто не знает. Не включали еще. Монитофон здесь стоял, тоже залило. А так выглядит одна из квартир после дождичка в четверг. В помещениях свирепствует грибок. Под прицелом плесени первые дети. Юные обитатели то и дело хворают. Ребенок маленький, он болеет постоянно. Тут сырость была, грибок был прям. Люди жаловались коммунальщикам, но у тех олимпийское спокойствие. Видимо, Сочи повлияло, сетуют жильцы. Я уже написал претензию, то есть все. Они сказали, все мы вам отремонтируем. Пришли, крышу немножко подлатали. Сейчас вроде тут пока не течет. Но ремонт никакого не сделали, ничего. В доме не все так плохо, уверяют в управляющей компании. Четыре года назад его ремонтировали. Крыши системы отопления новые. Но вмешался человеческий фактор. На чердак проник непрошенный гость. Он же асоциальный элемент, он же взломщик, он же разрушитель системы отопления. Товарищ определенный, который там дремал, или чего он это в этот момент делал. Неизмедлительно был вознан наряд полиции, передан этот товарищ полиции. По словам Нины Сидорановой, в ближайшее время коммунальщики определят ущерб собственникам. Составят смету, и уже весной начнется новый ремонт. На нарушителя чердачной границы, скорее всего, подадут в суд. И если денег у него не будет, то имущество пойдет с молотка. Прервемся на рекламу ненадолго, и сразу после нее во второй части программы. Укладка асфальта по новой технологии. Работа не прекращается и зимой. Ремонтные службы следуют точно графику. Посты ГИБДД переоборудуют для туристов. В регионе началась работа по созданию визит-центров. Новое жилье и ремонт детсадов в Димитровграде. Глава региона с рабочим визитом посетил город автобщиков. Продолжаем выпуск. Очистка крыш домов от снега и наледя, а также планы по благоустройству уже в летний период. Вот такая была повестка аппаратного заседания городской администрации Ульяновска на этой неделе. За сутки в городе произошло 4 пожара. Есть претензии к очистке дорог в частном секторе. Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин поручил обратить серьезное внимание на эти проблемы и найти пути решения. Да, основные магистрали, Андрей Николаевич, вы привели в надлежащее состояние, но, как мы с вами обговариваем, дороги третьей и четвертой категории. Здесь мы должны очень четко работать. Также на совещании обсуждался вопрос реновации жилья. За этим словом скрывается перспективная программа, суть которой – в строительстве новых домов на месте ветхих. Таковых в Ульяновске почти 700. Восемь признаны подлежащими сносу. Вдвое больше площадок, где та самая реновация будет вестись или уже ведется. По всей 15 площадке у нас есть открытное полное понимание с точки зрения городостроительной, архитектурно-строительной. Началась Ульяновская реновация в Засовьяшском районе. Это улица Автозаводская. Новая тюрпичная высотка заметно отличается от старых двухэтажек. Программа реновации или замены старых домов новыми ведется за счет инвесторов. Муниципальные власти, в свою очередь, осуществляют контроль. От стадии проектирования до завершения строительства. Женщины лет втором обойдите или давайте здесь пройдите, отвратите. А это уже конкретное решение еще одного вопроса, обсуждавшегося на аппаратном совещании. В городе убирают снег с крыш. В первую очередь там, где потенциально опасные навесы расположены над тротуарами. Мы будем привлекать 6-8 единиц вышек ежедневно и до 40 альпинистов промышленных, которые есть. Финансирование это будет осуществляться за счет управляющих компаний в пределах тарифа, которые граждане оплачивают. Пока идет работа по решению зимних коммунальных проблем, городские власти загодя готовятся к весне. В Ульяновске уже начато составление планов противопаводковых мероприятий и благоустройства территорий. В Ульяновске даже зимой борется с аварийностью на трассах. Ради этого дорожники применили новые технологии. Метод использования литого асфальта уже оправдал себя. Чтобы не мешать автомобилистам, днем работу перенесли на ночное время. Время за полночь. Температура минус 10. На улице снегопад. Погода не супер, но работе не помеха. Выручает новая технология. Главную скрипку играет приобретенный за средства городского бюджета термос-миксер. Благодаря ему на выходе дорожники получают литой асфальт. На данный момент температура 219 градусов. Как раз соответствует технологическим процессам. Эта технология позволяет как раз заливать асфальт в данный момент. До заливки ведется подготовка. Ямки вначале подрезают фрезой, очищают от мусора, затем прогревают. Чтобы асфальт лучше схватился, поясняет подрядчик. Уже отремонтирована одна треть от объема общего. И пока позволяет погода, мы круглосуточно продолжаем готовить и устранять аварийную ямочность. Общий объем порядка 1000 квадратов составляет. Аналогичный ремонт уже провели в центре Ульяновска. Это на перекрестке Можайского и Гагарина, еще на улице Федерации. Добрался литой асфальт и в Засвияжье. Участок западного бульвара возле путепровода уже не проблемный. На очереди у дорожников еще 11 адресов. Ремонта которых раньше все ждали до апреля, а то и мая. Вот эта технология позволяет, как мы говорили, устранить именно аварийные дефекты, а это влияет на безопасность дорожного движения. То есть приоритет жизни и здоровья граждан у нас на первом плане. И эти работы, мы считаем, выполнять необходимо. Хорошие дороги плюс правильная организация дорожного движения. В зимние дни короткие, пешеходные знаки не всегда видно. Чтобы решить эту проблему, городские службы устанавливают светящиеся указатели. К примеру, на перекрестке проспекта Нариманово и проезда Лесной люди уже не боятся переходить дорогу. Пустующие посты ГАИ превратят в туристические визит-центры. План переоборудования зданий предлагает госкорпорация по развитию предпринимательства. Как развить европейский сервис на ульяновских трассах, обсудили вместе с региональными властями. Экспертная группа уже определила 12 площадок для придорожных многофункциональных комплексов. Они разместятся по всем четырем направлениям и при этом охватят главные федеральные трассы на Москву, Казани, Самару. Особое внимание въездным воротам в город. Только на Чердоклинском направлении планируют застроить почти 10 гектаров придорожных земель, делятся планами представители ведомства. Реализацию проекта тормозит и то, что большинство выбранных площадок располагаются на землях сельхозназначения. На руководство региона уверено, что создание объектов придорожного сервиса станет серьезной точкой роста для муниципальных образований, как, например, в Преслонихе. Комплексы будут включать в себя АЗС, станции техобслуживания, мотели, торговые центры, автостоянки, сервисы, фермерские рынки и зоны отдыха не только для водителей, но и для жителей ближайших пунктов. В планах выйти на две строительные площадки уже в конце этого года. Бассейн Ульяновского педуниверситета станет центром спортивно-оздоровительных инноваций в образовании в этом году. Задачу о развитии целой сети плавательных бассейнов поставил глава региона на этой неделе. Заседание прошло в Центре образования и науки педуниверситета. Воды здесь хоть и полная чаша, но проплыть дистанцию смогут только в марте. В бассейне «Буревестник» еще идут отделочные работы. Работы идут на завершающей стадии. То есть вода постоянно в чаше уже наполнена, переливается, происходит очистка воды. В специальном помещении водоподготовки, как бы она называется, специально очищается все. То есть тут у нас все готово. Ульяновский вуз попал в федеральную программу. В итоге строительство спортивного комплекса субсидирует федеральный центр и региональная казна. На водные дорожки выйдут не только студенты вуза, но и люди с ограниченными возможностями. И если список потенциальных посетителей растет с каждым днем, то преподавательский состав здесь собирают с трудом. Деятельность тренеров-преподавателей. А вот данные категории относятся, можно отнести их к красной книге. Средний возраст тренера-преподавателя в Ульяновской области достаточно велик. Это первый аспект. Второй аспект. Заработная плата у них на сегодняшний день достаточно достойная. Но почему-то не идут. В чем причина? То есть, наверное, нужно разбираться. Разобраться поможет только сетевое взаимодействие всех плавательных комплексов региона. Делают выводы специалисты. Единый проект должен скоординировать работу почти 40 бассейнов. Безусловно, требуется какая-то определенная работа для того, чтобы создалась либо ассоциация, либо какой-то сетевой проект между бассейнами. А, потому что нужна подготовка кадров, мониторинг того, каким образом эти бассейны работают, и на полную ли нагрузку они работают. Что называется, в полсилы работают бассейны школ и лечебных учреждений. Глава региона замечает, современные водные площадки должны стать более доступными для всех горожан. Именно поэтому в области реконструируют ветхие чаши и строят новые спорткомплексы. Мы уже завтра с коллегами из правительства будем работать в Димитровграде и еще раз обсудим дорожную карту строительства там большого дворца водных видов спорта. Аналогов нет у нас в Ульяновской области, да и в Привовском федеральном округе. В планах региональных властей возвести плавательный комплекс еще и на базе технического университета. Строить бассейн будут по аналогичной схеме, но площадь водной акватории будет более масштабной. В проекте длина дорожек составит 50 метров. Днем позже губернатор Сергей Морозов проверил бассейны для детей в Димитровграде. Он пообещал помочь с их реконструкцией, а также глава региона обсудил перспективы комплексной застройки города-атомщиков. В бассейне градусник застыл на цифре 12, при том, что в детских группах воздух прогревается и до 30 градусов. Тепловой парадокс здесь со дня открытия. Чашу водой не заполняли ни разу, а помещение просто закрыли. Финансирование на исправление инженерной ошибки ищут вместе с главой региона. А в этих группах детский смех не слышали два года. Детский сад «Елочка» принимает гостей в реконструированных помещениях. На 15 миллионов рублей здесь капитально отремонтировали кровлю, заменили оконные блоки, систему канализации. А для самых маленьких – в группы теперь смогут принять малышей от полутора лет – сделали теплые полы. В планах региональных властей строительство и новых образовательных учреждений. За 10 лет в Димитровграде возведут сразу три микрорайона. Инновации в проектировании и строительстве жилых комплексов губернатор изучает уже сегодня. 17,5 гектаров современной застройки, более 100 тысяч квадратных жилых метров. Все это – 10-й микрорайон на западе города Атомщиков. Застройщики уже согласовали соответствующие дорожные карты. Перспективы освоения новых площадок обсуждают на совещании. Особое внимание – развитию социальной инфраструктуры будущих микрорайонов. Город разрастается. Поликлиники сегодня перегружены. Параллельно с такими огромными проектами нужно достаточно активно думать, как вписывать в какие-то адресные инвесторные программы или какие-то программы внутренние в развитии ФМБА, которые начнут ответственность за медицинское обслуживание населения. Строительство новых объектов. В ближайшие 9 лет в Димитровграде должны освоить все свободные участки в пределах границ города. К тому моменту построят почти полмиллиона квадратных метров жилья. В Ульяновске продолжается работа по профилактике пожаров. Эта мера вынужденная. Дело в том, что количество возгораний в областном центре по сравнению с прошлым годом выросло почти в два раза. Семь человек, к сожалению, погибли. Чтобы еще раз напомнить ульяновцам об осторожности, пожарные вынуждены выйти на улицы. Очередной подворовый обход прошел в Карлинском. Сегодня у нас неплановый рейд по пожарной безопасности. В связи, вот, вы знаете, пожар был недавно с этим домом на вашей улице. Неделю назад на улице Ватутина в Карлинском случился большой пожар. Полностью выгорел жилой дом, погиб человек. Деревянное строение вспыхнуло, как спичка, и моментально было охвачено огнем. Я сидел, по-моему, на диване, в окошко стучит мне. Ямбачка, кто это ко мне стучит? Ольга, вот через дом, одна у жена. Кажет мне пальцем, гляди. Я в окошко выгрузил, а мы весь в пламени. Пожарные уже определили причину этого происшествия. Неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, хозяин курил прямо в постели. И с большой долей вероятности был в подпитии. О том, что дом неблагополучный, и здесь собираются местные любители алкоголя, говорят и соседи, и участковый. Впрочем, от неосторожного обращения с огнем могут пострадать порой абсолютно трезвые люди. Чтобы еще раз предупредить граждан об опасности, специалисты МЧС и пошли по дворам. Хотелось бы людям еще раз напомнить правила пожарной безопасности. Особенно сейчас в морозы. Пользоваться электроприборами аккуратно. Если видите, что сами проводка слабая, а это у нас практически, наверное, в 50% случаев. То есть не нужно полную мощность включать. Также печным отоплением аккуратнее пользоваться. Ну и быть просто бдительными. Следить не только за собой, но и за соседями. Главное управление МЧС России по Ульяновской области вновь и вновь обращается к жителям города. Соблюдайте меры предосторожности при обращении с огнем. Будьте аккуратны и бдительны. В конце концов, от этого порой зависит ваша жизнь. Молодых ученых простимулировали, лучших специалистов наградили. А ректоров вузов призвали к более активному сотрудничеству. Таковы итоги 4-го регионального фестиваля науки, который прошел в Ульяновске. В заключительный день научного форума в стенах Дворца творчества учащихся и молодежи по-прежнему многолюдно. Та самая молодежь пробует на себе новинки науки и техники, а изобретателей, которые подчас чуть старше чествуют в зале. Для молодых ученых подарки от партии «Единая Россия» и региональных властей. Отметили и самого перспективного студента. Им стал представитель училища гражданской авиации с говорящим для российской науки именем Иван Павлов. В перспективе, конечно, работа по профессии, но если будет шанс в науку уйти, то я с удовольствием. Награждают и умудренных сединами профессоров. Как преподавателей вузов, так и сотрудников научных центров, в частности, института атомных реакторов. Губернатор, обращаясь к собравшимся, говорит о научном потенциале как одном из направлений развития региона. «Ульяновская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации по научно-исследовательскому потенциалу. Я убежден, что это мощное преимущество, которое мы обязаны использовать для построения инновационной, современной и одновременно конкурентоспособной экономики». Более обстоятельный разговор на совете ректоров Ульяновской области. Глава региона предлагает им создать консорциум вузов. Для примера приводит Томскую область, где подобное уже существует. Причем, помимо сибиряков, в это объединение вошли и столичные вузы. Цель – подготовка качественных специалистов и уменьшение числа дублирующих специальностей в различных университетах. Руководители вузов идею приняли. Осталось разработать концепцию и ввести ее в действие. Международный день стоматолога отметили в Ульяновске на этой неделе. В России профессиональному празднику дантистов всего несколько лет, но с каждым годом он все популярнее. На этот раз к торжеству приурочили посвящение молодых специалистов стоматологи. Стать стоматологом, причем именно детским, Анна Кендишова мечтала со школы. Целенаправленно пошла в медицинский колледж и начала работать с маленькими пациентами. Без отрыва от приема получила высшее образование. И теперь уже ничто не мешает воплощать мечту в жизнь, дарить маленьким пациентам радость, улыбки. Началось с того, что спрашиваешь ребенка, чем он занимается, что он любит. И уже в процессе приходит к тому, что открываем рот и лечимся, ставим плохо. Если десяток лет назад европейский уровень был доступен только в частных клиниках, то сегодня передовыми технологиями и современным дизайном могут похвастаться и государственная стоматология. Одной из динамично развивающихся стоматологий в Ульяновске стала городская поликлиника. Семь ее отделений расположены во всех районах областного центра. Большую роль в развитии сыграл процесс объединения. Теперь вместо семи поликлиник есть одна основная и семь подразделений. Требования к объединению были поставлены федеральными нормами, чтобы привести в соответствие как раз лицензионным требованиям. Это обеспечение кадрового потенциала, оптимизация финансовых ресурсов и, естественно, улучшение доступности оказания медицинской помощи и качества оказания медицинской помощи. Сейчас словосочетание «зубной врач» пугает нас гораздо меньше, ведь современные аппараты, способы и средства лечения зубов делают визит к стоматологу безболезненным, а в результате такого лечения более долговечным. Например, теперь в кабинете хирурга можно получить весь спектр услуг. Это начиная от банального удаления зубов до оказания экстренной помощи пациентам с какими-то гнойными процессами. И также осуществляется плановая операция по зубосохраняющей операции и операции по восстановлению зубных рядов при помощи имплантации. Также при помощи нашего оборудования, которое у нас есть, мы можем оказать помощь по реставрации костной ткани. Несмотря на большое количество частных клиник, большинство жителей Ульяновска приходят за помощью в государственную поликлинику. А это более 500 тысяч пациентов, чье признание и благодарность является для стоматологов самой лучшей наградой. На этом все. Вы смотрели итоговую программу «Вести Ульяновск». Увидимся в следующее воскресенье в это же время на «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова